Актёрская игра это серьёзный бизнес, но для одной звезды увидеть сиськи это просто невыносимо. Хотя для знаменитостей может показаться обычным делом обнажать всё это на экране, есть несколько человек, которые отказываются участвовать в этом. Кажется, что Анна Кендрик снялась практически во всём, в подростковых романах, драмах, номинированных на премию Оскар. Мюзиклах, анимации, модных комедиях и широкой непристойной комедии. Но чего она, скорее всего, никогда не сделает, так это не разденется перед камерой. В 2010 году она сказала The Telegraph, я не буду этого делать. Я не критикую людей, которые так поступают, но я планирую продолжать делать то, что я делаю, и надеюсь, что всё и дальше будет хорошо. Кендрик продолжила обсуждение этого вопроса в своих мемуарах 2017 года «Лоскутный маленький никто», написав «Я не возражаю против сексуальной сцены». Персонаж может участвовать в сексуальной сцене, но мои физические части тела всегда ощущаются как мои собственные. Потому что. Так оно и есть. Так что, когда казалось, что голый зад Кендрик появился в фильме «Майку и Дэйву нужны даты свадьбы», это был не её зад, она использовала двойную задницу. Выступление Ребел Уилсон в роли несносной соседки по комнате Брин в фильме «Подружки невесты» 2011 года, вот что привлекло её внимание. В 2016 году Уилсон рассказала журналу «Мари Клэр», что актёрская игра была для неё способом справиться со своей парализующей застенчивостью в детстве, признавшись. «Я была такой необычно застенчивой, граничащая с социальным расстройством». Несмотря на то, что она определённо больше не стесняется, Уилсон по-прежнему не особенно открыта для обнажения на экране. Когда она снималась в фильме «Братья Гримсби» 2016 года, Уилсон утверждает, что к ней обратились с просьбой сняться обнажённые. О, смотрите, я точь-в-точь как Шерон Сталлона в фильме «Основные инстинкты». Уилсон признался Мари Клэр, они хотели обнажиться полностью. Мы специально прописали в контракте, никакой ноготы. Хотя Уилсон продолжала говорить, что она могла бы подумать о том, чтобы сделать это для серьёзного фильма, утверждая, вы хотите знать, что люди, стоящие за этим фильмом камера, обладают определённой чувствительностью и порядочностью. И очень часто в комедиях это совсем не те люди. Хотя Кристин Белл, вероятно, наиболее известна своей главной ролью в детективном сериале «Вероника Марс». Она также хорошо зарекомендовала себя в голливудских фильмах и других громких телевизионных шоу. В сериале «Шоу Тайм. Дом лжи» её героиня показана в нижнем белье и участвует в сексуальных сценах. Хотя Белл никогда не уклонялась от интимных сцен перед камерой, она проводит чёткую границу. В интервью журналу «Вамонс Хеллсбелл» рассказала, что когда она узнала, что ей предстоит сниматься в компрометирующих сценах, ей захотелось хорошо выглядеть. Но она не была заинтересована в том, чтобы ходить без нижнего белья. Сказав, я накачала свои ягодицы и пресс на полную мощность, когда поняла, что у меня будет быть в лифчике и нижнем бельё на «Доме лжи». Но я же не показываю свою щёлку. Весь такой мистер. Скины со всего мира говорят «О, Кристин раздевается догола». А я такой, мечтай дальше. Джим Ковезелл больше всего известен благодаря роли Иисуса в фильме Мелла Гибсона «Страсти Христовы». Но в сериале CBS персона, представляющей интерес, он сыграл совсем другую роль, доказав, что одинаково способен играть как героев, так и злодеев на экране. В интервью журналу «People» Ковезелл объяснил, что ему не нравится сниматься обнажённым в фильмах из-за глубокого уважения к своей жене. Когда он снимался в фильме «Ангельские глазки», он попросил, чтобы они с Дженнифер Лопес были одеты в сексуальную сцену. Но речь идёт не только об уважении к его жене, поскольку актёр также придерживается своих религиозных убеждений. Он заявил в интервью журналу «Красвак», «Не поймите меня неправильно. Я снимаюсь в любовных сценах, но не в тех, где присутствует беспричинный секс. Я также не прибегаю к беспричинному насилию. Это грех в чистом виде». Я имею в виду, что это неправильно. Хотя Опра Уинфри известна не только как актриса, в первую очередь как ведущая ток-шоу и автор, она получила признание за свои работы в таких фильмах, как «Фиолетовый цвет» и «Сельма». Но в интервью журналу «Валча» Опра рассказала о своей роли в фильме «Ли Дэниелса Дворецкий». Хотя в оригинальном сценарии героиня Опры должна была быть игривой, она боролась за то, чтобы убрать все любовные сцены и обнажённую натуру, говоря, она мать и любит своего мужа. Так что она не собирается сидеть посреди дня и смотреть, как она намыливается в лифчики и трусики, курю. И как только она это сделает, зрители никогда не смогут её простить. Как всемирно известная писательница, певица и актриса, Хиллари Дафф может сама решать, что ей делать, а что нет. В 2006 году, после того, как она прославилась благодаря своей героине Лиззи Макгуайр и появлением в различных детских телесериалах, Дафф поклялась никогда не снимать свою одежду ни на роль на экране. Она сказала The Sunday Telegraph, «Если я буду сниматься в кино, я хочу быть самой собой. Я не хочу снимать свой топ или что-то в этом роде». Кажется, сейчас в моде, когда тебе исполняется 18 или 19 лет, а потом ты снимаешь рубашку и делаешь что-то безумное, и я не знаю, что будет после этого. Анджела Бассет, судя по всему, снималась во всём, начиная с известных биографических фильмов и заканчивая летними блокбастерами. И она более чем готова отказаться от роли, если это не соответствует её собственной философии или вызывает у неё дискомфорт. Именно это и произошло, когда ей предложили главную роль в фильме «Балл монстров», которая в итоге досталась Холли Берри, получившей Оскар за свою игру. Бассет не жалеет, что отказалась от фильма, чувствуя, что обнажение на экране для этого проекта укрепило бы расовые стереотипы. Она объяснила Нузвик, «Я не собиралась сниматься в роли проститутки. Я не могла этого сделать, потому что это такой стереотип о чернокожих женщинах и их сексуальности». Бассет Дария объяснила, насколько она осознаёт, что фильмы постоянны и от них никуда не денешься, сказав, «Речь идёт о том, чтобы выпустить что-то такое, чем вы сможете гордиться 10 лет спустя». Я имею в виду, что Мэрил Стрип получила Оскар и без всего этого. Джессика Симпсон прославилась во многих областях, будучи певицей, бизнесвумен и актрисой. Она снялась в таких фильмах, как «Герцоги Хазарт» и «Работник месяца», а также в многочисленных телесериалах, включая «Окружение» и шоу 70-х годов. После того, как Майкла вырвало, я сказала ему, что нельзя есть пластиковую упаковку. В разговоре с Алур во время фотосессии в 2010 году, Симпсон ясно дала понять, что не заинтересована в съёмках обнажённых сцен. Пояснив, я никогда не буду сниматься в обнажённом виде. Мне всё равно, насколько мрачной и интеллектуальной может быть эта роль, понимаете? Мне всё равно, даже если я получу за неё Оскар, я не собираюсь этого делать. Эти почести для меня ничего не значат. Симпсон хочет сохранить эту часть своей жизни втайне, говоря «Я не думаю, что люди заслуживают того, чтобы видеть, что у меня под одеждой». Дрю Берримор впервые прославилась благодаря своей роли в фильме 1982 года «Инопланетянин». И с тех пор её обширная карьера включала комедии, детективные триллеры и хорошо принятый сериал Netflix «Диета Санта-Клориты». Хотя она не возражала против того, чтобы сниматься обнажённой на экране в подростковом возрасте и в начале 20-х годов, в последнее время всё изменилось. Отчасти это связано с советами, которые она получала от тех, кто её окружал. Берримор объяснила The Guardian, как Стивен Спилберг посоветовал ей почаще прикрываться, сказав, «Он всегда вдохновлял меня быть самой лучшей. Поэтому я не хотела, чтобы он видел меня в худшем виде». Материнство, как сообщается, также изменило её точку зрения, и теперь она хочет подавать пример, когда речь заходит о том, чтобы быть родителем. В своих мемуарах «Дикий цветок» Берримор отметила, что момент, когда она показала Дэвида Литтермана в прямом эфире, стал поворотным моментом, заявив, «Я поняла это прямо тогда и там, что для меня это был конец целой эпохи. Итак, я начал свой путь с запрета сексуальных сцен в фильмах, пунктов и скромности в моих контрактах и полного отсутствия обнажённой натуры на любых публичных форумах». У Нила Макдоноу была долгая и разнообразная карьера. У него были серьёзные драматические роли в таких сериалах, как «Братья по оружию», он сыграл злодея в сериале «Отчаянной домохозяйки» и даже был участником вселенной стрелы. Но маловероятно, что зрители когда-нибудь увидят его в обнажённом виде. Макдоно — набожный католик, который очень серьёзно относится к своим религиозным убеждениям и считает, что исполнение сексуальных сцен было бы неуважением к его жене. Во время выступления на шоу «Инсайт оф Ю» с Майклом Розенбаумом Макдоно заявил, «Меня распяли около 10 лет назад». «Когда они думали, что я такой религиозный фанатик, что я бы не стал этого делать. Я не снимаюсь в сексуальных сценах». «На самом деле это произошло потому, что я люблю свою жену больше, чем своё ремесло, и люди не могли этого понять». Одна из самых ранних ролей Рэддена Грира должна была появиться в первом сезоне сериала «Настоящий детектив». Меня позвали ещё раз, чтобы я прочитала сценарий для этой героини, Келси Берджес, для «Настоящего детектива». По словам Грир, режиссёр и продюсер Кэрри Йоджи Фукунага оказал на неё давление, чтобы она снялась в сериале «Топ лес». Хотя об этом даже не упоминалось до того, как она появилась на съёмочной площадке. Она заявила в интервью The Daily Beast, он пробовал разные вещи, чтобы убедить меня, что это не имеет большого значения. Договорились. Я подумала, ну если это так незначительно, почему он так настаивает на том, что я должна это сделать? Всё повторялось и повторялось, не сдвигаясь с места. Грир сочла этот опыт огорчительным, особенно когда впоследствии её уволили с этой роли. Она объяснила The Daily Beast, это было унизительно. Это было унизительно и заставило меня чувствовать себя ужасно. Как только я села в свою машину, я начала плакать, позвонила своему агенту и рассказала ей, что произошло, и она не могла в это поверить. Кира Найтли, актриса, получившая множество наград, снимающаяся в таких громких фильмах, как «Пираты Карибского моря», «Гордость и предубеждение» и других. Имитационная игра. В начале своей карьеры она не стеснялась сниматься в обнажённых сценах, но это изменилось после того, как она стала матерью. Сейчас у Найтли две дочери, и это изменило её точку зрения, сказала она Financial Times. Когда я была моложе, я всегда чувствовала себя абсолютно комфортно, занимаясь этим. Я никогда не делал ничего такого, что было бы мне неприятно. Я действительно доволен своим телом. Оно сделало потрясающую вещь. Но я также не хочу стоять там перед целой съёмочной группой. Актриса также пошутила, что это сработало, так как ей не нужно иметь дело с обвисшими сосками, и что она может играть определённую роль в выборе своего двойника в сценах обнажённой натуры. В какой-то момент Ракелли Уэлч была иконой Голливуда и огромным секс-символом. На самом деле её легендарное появление за миллион лет до нашей эры привело к тому, что она появилась на миллионах плакатов по всему миру. Что скажете вы, пушистые брючки? Не хотите ли поговорить? Ах, думаю, что нет. Уэлч была хорошо осведомлена о том, как её воспринимали, и призналась, что использовала свою сексуальную привлекательность в своих интересах в своей работе. Но всегда делала это в определённых пределах, чтобы избежать полного разоблачения себя. Как известно, ей даже удалось избежать стриптиза, когда она появилась в журнале Playboy. Уэлч объяснила в своих мемуарах Ракель, за пределами декольте, что ей нравилось сохранять некоторые моменты своей жизни личными, сказав, «Я приберегаю некоторые вещи для своей личной жизни, и они не продаются». Её отец также сыграл определённую роль в её решении не появляться обнажённой на экране, и Уэлч объяснила это во время выступления в программе «Жизненные истории» Пирса Моргана. «Я дочь своего отца, и так себя вести просто нельзя». «Вы не должны этого делать, если вы относитесь к определённому типу женщин». А я был воспитан именно такой женщиной. Блейк Лайвли часто говорила о правиле, которое она установила для себя на протяжении большей части своей карьеры «отказываться появляться обнажённой на экране». Она считает, что это отвлекает зрителей от сюжета, в её случае обнажённые тела в фильме мгновенно привлекают её внимание. Она объяснила Венити Ферр. «Я всегда нахожу наготу отвлекающий. Я очень люблю своего мужа, но если у него есть пара сисек, значит я человек. Вы такой сиськи. Это не значит, что я испытываю к ним вожделение, но когда есть голые сиськи, вы смотрите на них». Но Лайвли действительно нарушила это правило в фильме 2016 года «Всё, что я вижу, это вы». После прочтения сценария и будучи тронутой переживаниями своей героини, которая начинает восстанавливать зрение после пожизненной слепоты.